Рабочая неделя в районной администрации начинается с планерного совещания при главе муниципалитета, на котором обсуждают наиболее актуальные вопросы, решают возникшие проблемы, подводят итоги работы по отраслям. На этой неделе планерное совещание началось с приятной новости. Наш район завоевал первое место среди 44 муниципальных образований края в пятой летней спартакиаде молодежи Кубани. Славянские спортсмены и их тренеры в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав Кубок победителя, который был передан главе района. Роман Сенеговский поблагодарил спортсменов за такой высокий результат, отметив, что в муниципалитете вопросам развития и поддержки спорта уделяется особое внимание. Строятся новые спортивные объекты и площадки, укрепляется материально-техническая база спортучреждений, что, конечно же, дает возможность славянским спортсменам хорошо готовиться и завоевывать призовые места, участвуя не только во всероссийских соревнованиях, но и в международных. К примеру, наша землячка Наталья Павлюкова сейчас готовится к участию в Паралимпийских играх, которые стартуют в конце августа в Японии. Весь славянский район будет болеть за нашу спортсменку. Продолжилось совещание обсуждением нововведений возникающих проблем при обучении студентов по целевым направлениям. С целью решения кадрового вопроса принята программа, позволяющая получить образование за счет государства. Согласно изменениям, теперь желающие получить целевое обучение должны обращаться непосредственно к потенциальному работодателю за таким направлением, который, в свою очередь, после получения образования будет обязан взять молодого специалиста на работу. Это означает, что на него государство, то есть федерация, институты финансируются за счет федерального бюджета, дает полностью все годы обучения деньги и оплачивает обучение данного учащегося, студента. Соответственно, по окончании этот студент должен прийти и отработать установленное в договоре количество лет на данном предприятии. Ну, это минимум три года, то есть постановление прописывается не менее трех лет. За несоблюдение условий договора и студента, и организацию, выдавшую целевое направление, ждут санкции. В случае невыхода на работу после обучения или невыполнения трехлетнего срока отработки, молодой специалист будет обязан вернуть все средства, потраченные на его обучение государству, а также компенсировать меры соцподдержки, предоставленные в виде льготного проезда или оплаты жилья на период учебы. Что касается работодателя, то в случае непредоставления места для работы, организация будет обязана выплатить молодому специалисту заработную плату в трехкратном размере. Программа целевого обучения – очень действенная мера по решению кадрового вопроса. Однако и предприятиям, и будущим студентам, прежде чем оформлять целевое направление, необходимо более обдуманно подходить к этому вопросу и просчитывать все риски. Еще один важный вопрос, который рассмотрели на совещании, касался пожарной безопасности. Из-за установившейся жаркой погоды на территории района введен особый противопожарный режим. Принятие особого противопожарного режима предназумевает следующее и самое главное – о том, что на территориях вообще любое разведение огня категорически запрещено. Это первое. Тем не менее, на всей территории, в отдельных местах, в поселениях происходят возгорания, появляются термоточки, которые определяются с помощью спутников МЧС, природоохраны и так далее. Ужесточить до невозможности надо исполнение этого противопожарного режима. Второе. Что должны понимать, что юридическим лицам и физическим резко увеличиваются объемы штрафных санкций. Юридическим лицам от 250 до 500 тысяч и порядка 50-100 тысяч для физических лиц. Также в ходе совещания обсудили и ряд текущих вопросов. В частности, обеспечение малоимущих семей, семей в трудножизненной ситуации, жильем по договору социального найма. Как оказалось, некоторые семьи, получая такое жилье и регистрацию в нем, не платят коммунальные услуги или вовсе там не живут. Возможностью приватизировать жилье также не пользуются. Глава района дал поручение проанализировать причины такого положения дел и в случае необходимости помочь людям с оформлением всех необходимых документов. Также обсудили вопрос вакцинации населения. Стоит отметить, что славянцы поняли всю серьезность ситуации с распространением коронавируса и активно прививаются. Как пояснил главный врач ЦРБ Юрий Просоленко, вакцины достаточно. Медики готовы сделать прививку не только в лечебном учреждении, но и выехать на предприятие по заявке. Сейчас важно сформировать коллективный иммунитет. Только так можно снизить риски заболевания и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».